Всем привет! Я подумала, что у меня видео только о мужчинах-художниках, и пора рассказать о женщинах. Сегодня речь пойдет об Анне Петровне Остроумовой-Лебедевой. Анна Остроумова родилась в многодетной семье сенатора в 1871 году. Местом ее рождения был Санкт-Петербург. В юном возрасте она начала посещать вечерние рисовальные классы при училище Штиглица, а позже поступила в училище, где занималась гравюрой. Через два месяца она бросила это училище и в 1892 году поступила в Императорскую Академию Художеств. Эта академия стала открыта для женщин лишь с 1890 года. Анне посчастливилась учиться у таких художников, как Репин, Матея, Чистяков. Пока Анна училась, она испытывала неуверенность в своих силах, так как дома ее не поддерживали, и порой у нее были мысли бросить обучение. Но твердость характера не позволила ей этого сделать. В 1898 году Репин советует Анне поехать в Париж, чтобы там продолжить заниматься живописью и совершенствовать навыки под руководством Джеймса Уистлера. Уистлер был колористом и мастером пейзажа. Увидев работы Анны, он полностью их раскритиковал и сказал, что они безграмотны. Анна поняла, что у Уистлера она получит те знания, каких ей не хватало. Через полгода Уистлер уезжал в Америку и позвал Анну с собой для продолжения обучения, но она отказалась. В то же время в Париже также учился друг Анны, Константин Сомов, который написал ее портрет. В 1900 году художница участвовала в выставке «Мир искусства». Там она выставляла свои гравюры. Анна Остраумова стала единственной женщиной-художником, вошедшей в состав объединения «Мир искусств». Участники клуба собирались вместе, подолгу разговаривали и спорили. В 1900 году также Анна заканчивает обучение в Академии со званием художник, представив 14 гравюр на дереве. Кстати, среди этих гравюр были и цветные, что не было распространено в те времена и считалось чем-то новым. Анна начала возрождать искусство гравюры, а также ксилографии и литографии. Ранее гравюра служила лишь как способ репродуцирования. Анна же превратила гравюру в самостоятельное художественное явление. Она говорила, «Сама техника не допускает поправок, и потому в деревянной гравюре нет места сомнениям и колебаниям. Что вырезано, то и остается четким и ясным. Спрятать, замазать, затереть в гравюре нельзя. Туманности нет». А Александр Бенуа так говорил о работе Анны. «В гравюрах она владеет крепостью штриха, которая ей позволяет доводить до крайней степени убедительного лаконизма передачу своих впечатлений. В гравюрах она, как никто, умеет, пользуясь минимумом цветовой шкалы, передать в красках желаемое настроение. В акварелях она радует глаз свободы мазка, и опять-таки эти ее вещи блещут чарующими переливами и созвучием красок, необычайно остро подмеченных на натуре». После академии Анна перестала работать маслом из-за обострившейся астмы и перешла на акварель. Она много путешествовала и в поездках делала акварельные работы. У нее есть циклы, посвященные разным странам. Из некоторых работ потом рождались гравюры. Больше всего в ее творчестве выделялись виды Петербурга. В начале 20 века Санкт-Петербург считался унылым городом, а работы Анны прославили его. Она смогла передать характер Петербурга и его красоту. Внимательно изучала город во все времена года и в разных условиях освещения. В общем, Анна работала над видами Петербурга больше 50 лет. В 1905 году Анна вышла замуж за своего двоюродного брата, химика Сергея Лебедева, и взяла вторую фамилию. Но детей у них не было, так что без паники. Их брак был счастливым, но продлился до 1934 года, пока Сергей не умер от цепного тифа. Когда началась Великая Отечественная война, художница шел 1971 год. Во время войны Анна осталась в городе и продолжала писать. А когда не было возможности, она вела записи в дневнике, куда выплескивала свои мысли и эмоции. В пожилом возрасте начали учащаться приступы астмы и появились проблемы со зрением. Но Анна продолжала трудиться и даже преподавать ученикам. Она была признанным художником и оказала большое влияние на советских гравюров. Все свои работы и собрания гравюр она завещала Русскому музею. А первые работы Анны Остроумовой-Лебедевой Русский музей приобрела еще в 1916 году. Основа коллекции – это рисунки, акварели, живопись, гравюры и гравировальные доски. Есть такой интересный факт. В 1896 году Федор Малявин написал портрет Анны, но он ей не понравился. И именно этот портрет вы часто можете встретить, если будете искать биографические материалы, посвященные художнице. А теперь некоторые записи Анны, связанные с ее работами. Вербы около Новосильвийского моста. Тянет войти в такую рощу. В ней тихо и темно. Травы, цветов в ней нет. Земля усыпана упавшими листьями и хвоей. Едко пахнет сырой землей и перегнуем листьев. Ноги ступают мягко и неслышно. А вот и скамейка, низкая, вросшая в землю. Сядешь на нее и невольно поддашься обаянию места. Мысли постепенно утихают, какая-то легкость охватывает все существо. А душа в эти минуты опускается в неведомые ей недра и обывается в неведомых ей живых родниках. Дорога к белой березе. Особенно люблю я место около белой березы. Так называется поляна с группой берез посередине. Кругом поляны роща из хвойных и лиственных деревьев. За рощей обширная плоская равнина. На ней вдохновение и воля человека могучим размахом начертила аллеи. Длинными зелеными радиусами сходятся они к общему центру. Белой березе. Продолжение следует...